Голодные игры снова на повестке дня. Закрытие зерновой сделки вызвало очередную волну негодования относительно поставок продовольствия в беднейшие страны мира. Геополитические шулеры снова достали из рукава сирдобольный тезис, который так активно продвигали накануне подписания сделки. Человеческие жизни под угрозой виноват в этом лично Путин. Куда на самом деле все это время уходило украинское зерно, причем тут испанский хамон и будут ли теперь топить суда с зерном? Я Андрей Сыч, это рубрика «Скриншот». Давайте разбираться. В день, когда должна была быть продлена зерновая сделка, украинское государство попыталось поставить Россию на растяжку. Для этого и был нанесен удар по Крымскому мосту. Причем официальный Киев на этот раз даже не скрывал свою причастность к теракту на объекте гражданской инфраструктуры, в результате которого погибли мирные люди. Мы, наши чиновники, умудрились первыми побежать, медальки себе цеплять, брать это мы, брать это мы, брать это мы, брать это мы. Попытка продемонстрировать перемогу в очередной раз оказалась лютой зрадой. Теракт по задумке киевских стратегов ставил Россию в неудобное положение. Продление сделки вызвало бы закономерные вопросы в российском обществе, а отказ форсирует международное давление. Отчасти так и произошло. Лично Путина объявили причиной потенциальной гибели людей. Посмотрите по поводу расчеловечивания, как тут же начали действовать европейские политики. Они тут же рассказали, что в том, что будут голодать дети в африканских странах, началась старая история, будет виноват кто? Путин. Единственное, что не учли на Украине, это перенасыщенность зерном на рынке голодающих стран мира. Если, конечно, так можно назвать испанских свиней, которым все время скармливали украинский урожай. Пока производители хамона хлопали от радости в ладоши, люди в Африке и Азии действительно недоедали и находятся на пороге голодной смерти. За время действия зерновой сделки только 5% от общего объема было отправлено нуждающимся. 95% украинского зерна поставляется вне африканского континента. Но если африканские страны не получат этого зерна, они будут стараться восполнить его, и цены неизбежно вырастут. В итоге в Африке будет сложнее его покупать. Дестабилизация этого региона представляет проблему, которая отражается на Европе. Любители хамона, очевидно, полагают, что спасение голодающих – дело рук самих голодающих. За период с июля по март прошлого года в рамках зерновой сделки в Африку отправили только 3 миллиона тонн. Зато на европейский рынок ушло 20 миллионов тонн. За последний год беспошлиное украинское зерно вытеснило из бизнеса местных производителей. Горы польской кукурузы, например, просто сгнили на полях. Протесты обедневших фермеров вынудили политиков реагировать на ситуацию. Партнеры повесили замок на свои амбары и запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. Вы посмотрите по этой зерновой сделке, что высветилось. Все такие рачительные, все так помогают Украине. И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно с Украины. Поляки, другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию с Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок. В результате действий киевского режима украинское зерно сегодня не может быть вывезено ни в рамках зерновой сделки, ни на территорию своих ближайших ситуативных партнеров. По данным экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, за время сделки Киев заработал более 9 миллиардов долларов. На что могли пойти эти деньги и была ли выгода России в зерновой сделке? Вопрос риторический. За год ни одной из обязательств перед Москвой так и не было выполнено. Зерновая сделка была одним из рычагов регионального влияния на ситуацию. Все. Вот это что такое. Первое, это вопросы влияния. Второе, это бизнес. Это чистый бизнес. Никто никогда не интересовался судьбой третьих стран. Никто и никогда. Если вы посмотрите на историю вот этих вот беднейших регионов Африки, пока там, значит, не осознали, что можно бороться за ресурсы, устанавливать нужные режимы и, значит, перераспределять добычу, туда вообще просто сбрасывали гуманитарку и фирталеру. А теперь минуточка современной киевской эстетики. В качестве ответной меры после закрытия зерновой сделки, которая была во многом вызвана украинским терактом, украинское же государство намерено рассматривать гражданские суда в акватории как законные цели для атаки. Ищите государство-террорист, их есть у меня. При этом Россия готова взять на себя обязательства по поставкам собственного зерна в беднейшие страны мира. Вот только в рамках санкций ее сухогрузы отказываются страховать и, соответственно, исключают такой вариант. Вот и вся забота о голодающих. О хамоновых детях Андрей Сыч в рубрике «Скриншот». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...